Первое, о чем хотелось бы сказать, это вопросы оборудования, все-таки мест для купания. Но на сегодняшний день у нас эта работа и вообще сама тема пляжей не на должном уровне. На сегодняшний день в Кургане пляжи вообще не приняты, на Голубых озерах в том числе. Второй вопрос – это поведение людей. Вот вы задали мне вопрос, связанный с вчерашним происшествием. Выехали представители по звонку 01 правоохранительных органов, выехали спасатели, выехал инспектор ГИМС, обнаружили тело молодого человека. Обстоятельства, естественно, устанавливаются. Как ведут себя люди, которые в это время при документировании этого происшествия находятся на пляже? Вы думаете, кто-то прекратил купание или пить пиво? Нет. Все это продолжалось при погибшем. Ну и есть вещи, которые элементарно должен знать каждый. Ну, во-первых, умение плавать. Самые простые правила, которые часто пренебрегают и взрослые дети, это как нужно осторожно, аккуратно, в знакомое, подготовленное водолазами, очищенное дно места, войти в воду. Как правило, значит, вот эти факты утопления связаны с резким перепадом давления. Внутреннего давления, температурного режима, когда погружаясь в холодную воду, происходят инфаркты, инсульты. Продолжение следует...